В этом видео вас ждут короткие загадки и головоломки. Даже гении не смогут решить все из них верно. Традиционно поделитесь в комментариях, сколько правильных ответов вы дали. У вас есть большой круглый кусок сыра, и вам нужно разрезать его на 8 равных частей. Но сделать это нужно всего тремя движениями. Как вы поступите? На самом деле все довольно просто. Вам сначала нужно разрезать кусок вдоль, а затем сделать еще два надреза, и вы получите 8 ровных кусков. Слушайте внимательно условия загадки. Что вы можете удерживать, не видя это и даже не трогая? Правильный ответ – дыхание. Что всегда идет, но при этом не сходит с места? Это часы. Электричка едет со скоростью 60 км в час. В какую сторону от нее летит дым? Правильный ответ – у электрички нет дыма. Отважный исследователь шел в поисках сокровищ. На его пути встретилось огромное поле. Он решил не обходить его, а идти прямо по полю. Когда он преодолел половину, то заметил знак, что все поле заминировано. Исследователь не знает, где именно расположены мины. Каким же образом ему выйти с поля живым и невредимым? Учитывая то, что исследователь уже преодолел половину поля и остался жив, самым безопасным вариантом будет идти обратно ровно по тому же маршруту, по которому он шел. Фермер выращивал арбузы. Каждый день он приходил на рынок и продавал их. Однажды он пришел на рынок и принес арбузы. После того, как он продал половину всех принесенных арбузов и еще половину арбуза, у него остался один арбуз. Вопрос. Сколько арбузов изначально в тот день фермер принес на рынок? Правильный ответ – три арбуза. Половина от всех – это полтора. Плюс еще половина арбуза. Таким образом, у фермера остается один арбуз. Перед вами из спичек выложено два квадрата. Вам нужно переложить четыре спички таким образом, чтобы стало не два, а три квадрата. Как это сделать? Итак, вам нужно переложить эти четыре спички таким образом. И тогда вы получите три квадрата. В первый учебный день в школе была традиция. Ученик каждого класса, который в тот день пришел раньше всех, получал подарок. Для того, чтобы выявить победителя, каждый из учеников, как только заходил в класс, то приклеивал стикер со своим именем на доску. Помогите учителю, посмотрите внимательно на доску и ответьте, кто из учеников пришел в тот день самым первым. Если по очереди отлепить все стикеры, начиная с того, который располагался выше всего, то в итоге останется стикер с именем Вася. Он и был самым первым, кто в этот день пришел в класс. В городе завелся серийный маньяк, который похищал людей. Однажды он похитил Сэма и увез в дом далеко за городом. Сэм очнулся в подвале. Перед ним было две двери. Из громкоговорителя раздался голос маньяка. Он сказал, что Сэм может попасть на свободу через каждую из этих двух дверей. Однако за каждой из них его ждет опасность. За первой дверью сидит огромный лев. За второй дверью находится опасный инопланетянин. Какую дверь выбрать Сэму, чтобы спастись? Если подумать как следует, то выбор становится очевидным. Сэму нужно выбрать дверь, за которой скрывается инопланетянин. Лев по-настоящему опасное животное, а инопланетяне не существует. По крайней мере, этому нет никаких серьезных доказательств. Так что Сэм должен выбрать вторую дверь и спастись. Вы оказались в заложниках. Ваш похититель – настоящий безумец, который любит головоломки. Рядом с вами лежит бомба с часовым механизмом. Разминировать ее можно только введя трехзначный код. Перед вами лежит листок с головоломкой. Две первых цифры кода уже известны. Это 9 и 1. Разгадайте головоломку и ответьте, какая же третья цифра кода. Если вы поняли логику загадки, то без труда дали ответ. Цифры означают то, сколько раз пересекаются линии. То есть последней цифрой должно быть число 4. Задание на внимательность. Найдите на этой картинке лишний символ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пограничники двух стран обнаружили на границе автомобиль, в котором был чемодан с похищенными бриллиантами. При этом в машине никого обнаружено не было. Автомобиль находился ровно на линии границы. То есть одна его половина в стране А, а другая половина в стране Б. Внимание, вопрос. Пограничники из какой страны должны расследовать дело о похищении бриллиантов? Конечно, логично, чтобы этим занимались пограничники из страны А, так как именно оттуда в страну Б ехал автомобиль, а значит бриллианты были похищены в стране А. Поздно ночью в одной из квартир в центре города было совершено дерзкое ограбление. Воры похитили три вещи – очки, одеколон и расческу. Полиция в тот же день задержала трех подозреваемых. Детективы доставили их в полицейский участок. Ими оказались дельфин, ястреб и пес. Каждый из них заявил, что не причастен к ограблению. Кто же соврал и совершил кражу? Мастера дедукции распутали это преступление без труда. У дельфинов нет обоняния, так что одеколон им не нужен. У ястребов отличное зрение, так что очки им ни к чему. Значит, ограбление совершил пес. Не забудьте написать в комментариях, на сколько головоломок вы ответили верно. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok